всем привет вы у меня на канале меня зовут наталья я сегодня с вами это будет местами влог местами не очень я закончила одну работу меня очень захватил жаккарт я в предыдущих видео показывала шапку момент вот эту на сегодняшний день у меня появилась еще и вторая шапка также я начала носки из сейчас очень жарко жара больше 30 градусов но у меня неожиданный жаккард в носках тоже покажу и так как носки это в общем-то такой творческий процесс я их то распускаю то опять довязывая покажу на чем я под застряла покажу конечно готовую работу приятного просмотра я покажу что у меня на спицах чем я тут занимаюсь из чего первое я уже вот показываю как вы понимаете это вот носки я вижу их от носка спицы два с половиной у меня вяжу их жаккардом у нас сейчас лето очень парит летние угрозы больше 30 градусов я вяжу из норда так цвета 19 и белый цвет у меня давно лежат вот эти остатки это остатки от носков я на них делала там и узор и показывала как по кругу просто сделать итальянский набор вот почему я тут о погоде потому что жара жара а у меня так внимание не бойтесь у меня елки в общем да у меня вот пошел новогодний носок ну в принципе уже август месяц что-то такое вода идет вот впереди где-то там маячит у нас новый год ну не знаю почему собственно елки дело в том что вот это расцветка у меня осталось я специально покупала белый цвет и в мыслях у меня было вообще то растительность какая-то должны были быть листочки листочки веточки что-то такое я искала в общем что-то я к веточкам так как-то и и не подобралась а вот когда я увидела схему елки я вот она мне сразу понравилась и я начала вот носок ну и так как схема была в принципе можно было и сверху вязать это как схема была вот снизу я решила снизу и вязать редко вяжу от маска все-таки мне больше нравится вязать сверху не делать даже не в том что там какие-то сложности или еще что-то такое дело в том что когда я придумываю носки мне они как-то придумываются сверху вот сверху они мне придумывается а снизу они мне тоже придумывается но как-то сложно это как знаете вот это вот как разговариваешь нам на одном языке для того чтобы тебе перейти как бы на другой ты должен там перевести каждое слово и вспомнить как 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 строится слова на том языке но и так далее вот вот так и тут вот с таким вот прямо со скрипом в общем-то у меня идет от маска придумывание поэтому я больше люблю все-таки сверху вязать ну ничего в этот раз вот так да в общем вот я вам показала если нужна такая схема вы мне напишите я ее тогда приклею прикреплю в первом сообщении под видео если вас это интересует принципе эта схема в свободном доступе она находится в пинтерест и я могу дать на нее ссылку так да это будут ну пока я еще не знаю что это будут за носки у меня в принципе ну меньше 100 грамм поэтому большие носки и не получатся но с другой стороны белые носки мужского размера вряд ли будут я вообще-то как-то мысленно у меня вообще-то короткие носки вообще были вот совсем короткие носки когда я пройду пятку я пойму что я хочу как я дальше буду делать пока у меня как бы понимание что я дальше буду делать вроде как нету я о чем и говорила что мне как-то тяжело вот отмазка я не могу придумать все будет постепенно пятка будет бумеранг дойду до определенного места сделаю прибавки прибавок будет немного наверное три или четыре с каждой стороны вот для длиноподъема если бы я вязала себе я бы прибавки эти даже и не делала потому что мне пятка бумеранг на мою бесподъемную ногу так хорошо сидит но так как может быть это будет подарки может быть еще что-то в общем ну скорее всего подарки то я как бы буду учитывать что ноги то у людей разные есть и буду делать этот клин подъема все-таки большинство людей он нужен в общем это вот первая такая история которая у меня на спицах вот а знаете что еще хочу сказать раз уж мы о жаккарде говорим да у меня есть есть вот такой наперсток для жаккарда вот ну понятно где он он у всех в общем-то великоват я думаю для всех или все знают что надо пальчик там заматывать чтобы она нормально сидела дело не в этом никак я к нему привыкнуть не могу я его купила я время от времени то есть беру себя давай 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 привыкаем ну вот никак и никак мне не дается это вот я вижу просто так мне на пальцах это удобнее делать ну не знаю вот вплоть до того что может быть это не тот не тот наперсток может мне надо другую какую-то модификацию попробовать может быть вообще что-то мне индивидуальное надо в общем не знаю вот смотрю видео как люди работают с наперстком как-то все так у них удобно и хорошо получается у меня все никак я я в общем раздражаюсь и перехожу просто на обычное вязание хотя очень жаль потому что так бы было ну хотелось бы как-то быстрее это вязать но в общем то я здесь делаю много видите стараясь не делать протяжки буквально две ну три петли не больше вот и так как у меня здесь уже узор закончился то я сначала ну просто гладь тут не хотела и я начала такой жемчужный узор мелкий как бы здесь вроде как жемчужный узор ну и здесь я себе уже так продолжила пятка у меня будет бумеранг да ну и клин я буду делать я уже сказала сам шаккард я сказала спицами номер три и покажу вторую свою тоже жаккард ну что-то что-то меня пробило на жаккардное кстати я смотрю что многие вот если начинают что-то там допустим японские узоры да или реглан вот разобрались там в реглане или в реглане погони или там еще в чем-то ну и все и давай же там такие эта шапка значит эта шапка я показывала предыдущем видео как я вязала шапку из этого китайская полу шерсть да там все показывала рассказывала и цвета там я показывал это если кому надо да очень красивое сочетание я говорила о том что выбрала была схему предыдущем видео я говорила что выбрала схему с такими дубовыми листиками я кстати сделаю скрин вставлю покажу какую я выбрала схему там она как бы идет вот черная белая полоски эти и начинаются эти дубовые листики но когда их начала начала делать вот я поняла что для шапки пожалуй я не хочу это как-то носит слишком вроде вот носки я из этой схемы кстати мне кажется они бы хороши было но не знаю почему-то мне елки как-то тут больше понравились в общем я нашла опять-таки в пинтерест я нашла вот такую схему там это правда шапка женская но я не я не вижу по схеме что она была прямо женская немножко по-другому я начала чем там потому что нить очень тонкая и просто резинку один на один вязать в общем резинка один на один я как-то не очень представляю мне все-таки для шапки хотелось бы как-то вот этой более большей заполненности и вот именно в жаккарде я ее чувствую а вот так когда одна нить либо тогда вы какой-то более плотный узор такой знаете с вытянутыми петлями там в общем что-то такое ну и поэтому жаккард так у меня здесь нить то есть я буду распускать у меня будет второй слой второй слой я планирую весь вязать вот черное-белое черное-белое и полностью полностью вязать черное белое для того чтобы у меня была двойная шапка чтобы можно было захотел так захотел так у меня так в плана значит сейчас минуту и в общем я рассчитываю на то что у меня все должно хватить и получится да у меня хватило у меня получается до 100 грамм то есть в каждом мотке этой китайской этой полушерсти да у меня по 100 грамм и у меня на шапку то ушло 77 грамм то я так понимаю что у меня абсолютно спокойно хватит и на вторую шапку и даже еще что-то и останется вот так вот буду вязать вторую шапку значит макушка там вот по этому описанию она тоже там такая идет плавно узор и закрывается в макушке значит там по моему 6 линиев до шапка мужская как я говорила так ну вот вторую часть как бы знаете я уже полностью буду делать такой тоже там будет 6 клиник ну в общем но там и и клинья будут вот такие полосатые то есть все будет полосатым в общем спасибо большое за комментарии вот под предыдущими видео видео о шапках и детских шапках сердечками и мужской шапки вот я там набрасывала предыдущем видео набросала все свои эксперименты по шапкам я вот мне под видео писали что несколько раз перевязывают макушки вот я уже наверное меньше перевязывая именно потому что у меня были вот весной не только весной у меня действительно тоже были очень часто претензии именно к макушке вот рассказывает люди что-то вяжут до 25 сантиметров потом делают эту макушку и на там где-то висит и все там красиво ну вот как-то кому-то красиво кому-то нравится кому-то не нравится в зависимости от того какая пряжа мягко ли это макушка драпируется или наоборот она должна стоять в общем все это очень индивидуально поэтому поэтому собственно я и занималась вот вот этими экспериментами я понимаю что и у вас это тоже такая проблема есть поэтому я вот оставлю ссылки вот на эту шапку и вот под детской шапкой сердечками вот у кого есть такие тоже проблемы я я вам очень советую посмотреть вот это описание она мне очень понравилось и макушка очень хорошо стоит поэтому описание ее можно делать завышенной то но можно также делать и не завышенной но завышенная на вот смотрится тоже очень красиво как женская шапка да вот мне но очень понравилось то есть очень такой грамотно хорошее описание хорошо стоит единственное что очень часто вот ящим сталкиваюсь что пряжа для шапок выбирается ну вот именно у дропс например там очень часто есть вот носочная пряжа для меня это немного такое удивление было и вот мне опять таки в комментариях под видео люди пишут а мне мягкая пряжа носочная а мне нравится вязать из носочной пряжи шапки в том числе и жаккардом потому что нить тонкая но жаккард после стирки как бы это пряжа хорошо закрывает все нюансы дырочки эти все и становится таким полотном прямо красиво ну я сначала как-то отнекивалась но теперь я уже вот после этих комментариев спасибо опять таки потому что вы наталкиваете тоже своими комментариями на какие-то мысли такие я все-таки вот думаю попробовать в том числе и из носочной пряжи вязать возможно мне кажется что она такая колючая или может это какие-то индивидуальные особенности ничего не могу сказать вот дайте не попробуешь не поймешь дошла я вот до такого результата передняя сторона лицо носка мне нравится но когда переворачиваю на так сказать стопа да получается у меня то здесь закончился узор а пятка еще не началась я начала делать вот такой узор но вот не знаю что-то мне как-то вот если сбоку смотреть не очень это и как бы мне его так повернуть чтобы было видно вот и пятка еще как бы не началась вот значит не знаю не хочется мне делать то есть я сначала думала может снежинки дальше какие-то делать там какие-то точки зеленые но опять такие точки то зеленые то есть на на снежинке тоже вроде не очень как бы похоже и в принципе мне не хотела сделать весь носок за жаккардом я изначально это не планировала то есть я хотела делать какие-то вкрапления полностью делать елки и в том числе на стопе я тоже не хочу ходить то есть здесь елки до верхней части в нижней части елки как-то мне не хотелось в общем значит что я решила сделать я решила увеличить вот эту часть дальше то сделать больший размер большим и тогда это возможно будет смотреться более гармонично такой узор мне в общем и не знаю возможно этот узор я уберу хотя он мне тут в принципе нормально так смотрится но возможно его уберу сделаю просто гладью в общем я пока отложу чуть-чуть помечтаю о нем вот может мне какая-то мысль осенит но вот эта часть мне нравится да все тут хорошо так как здесь очень много петель между между одной зеленой и одной зеленой я здесь очень много перри перекрещивала этих жаккардов чтобы они не провисали здесь в шапке я бы возможно скорее всего этого бы не делала в шапке в носке конечно когда нога туда пролезает то я это делала ну конечно видно вот разница это что у меня здесь номер три а здесь я ушла два с половиной но все равно даже этот момент меня как бы особо не смущают вот а вот почему-то вот этот момент меня смущает больше больше меня смущает дело в том что когда я связала как бы верхнюю шапку и пришла уже к открытым петлями поняла что я их зря делала потому что здесь идут вот белое черное белое они то тут идут в шахматном порядке и поэтому я что делала я заходила в черную петлю прямо внутрь вытягивала оттуда нить и уже вот эту петлю которую я подняла которая оставалась как бы открытые петли я провязываю 2 вместе ну и потом точно также делаю со светлой петлю тоже вхожу внутрь в середину и вытягиваю провязывая вот 2 вместе и вот таким образом у меня получается как бы продолжение светлой петли или продолжение черной петли ну это вот такой вариант для тех кто попал в такую же ситуацию как я видите всего у меня хватает вот остаток у меня как остаток то есть я вижу уже что у меня все всего хватает так половину вот здесь вот загиб такая будет шапку то есть будет здесь такая имитация резинки и дальше вот такой узор мне очень нравится смотрите какая макушечка вот я конечно узнаю у мужчины которые мне могут сказать правду то есть такие мужчины мне говорят что да расцветка хорошая все красиво и даже узор это тоже нравится он такой восточный вроде да но интересный узор странное дело вот это вторая шапка а до этого я пыталась там носки вязать и короче разные разные разности пыталась но мне это сочетание не надоело то есть я вот вижу пряжи такой редко кстати бывает потому что вот на каком-то этапе ты прямо устаешь от расцветки нам все здесь этого у меня не происходит зато я здесь делала значит открытый край то есть открытый набор петель я почему-то не подумала что для вот этой вот этого узора там черно-белый черно-белый это не подходит лучше бы я делала закрытый набор а затем просто из петли подбирала бы прямо в петлю входила и вытягивала там возле белого ряда белую нить возле черного черную нить по сути я то же самое делал делала но уже с открытыми петлями я вставлю тут кусочек как я подбирала конечно я себе получается лишнюю заботу сделала вот красивый узор красиво мне еще немного осталось тут буду доделывать для начала покажу носки как вы видите я тут не особо много продвинулась но на самом деле я работа сделала много значит я вязала вяжу носки там где нет жаккарда два с половиной спицы дальше перешла на спицы номер три и это тут видно да то есть крупнее пошли вот эти штуки вот эти протяжки зеленые тут тоже видны ну я так старалась их там делать но все равно вот я их вижу в общем но это ладно в общем то если все вязала жаккардом у меня вообще никаких сомнений бы не было но так как дальше я перешла опять таки на два с половиной а здесь у меня жаккард закончился вот на таком месте значит я на самом деле это уже третий узор сначала у меня был вариант я пошла гладью вязать мне не понравилось затем я решила что надо здесь делать как бы другой узор какой-то похожий я делала узор из лицевых и изнаночных но мне тоже не понравился это тоже узор вот если внутрь посмотреть это с переснятыми петлями но уже полностью лицевой то есть это лицевой лицевые петли но в шахматном порядке тут переснятые то есть в одном ряду я переснимаю через одну петлю второй ряд я просто провязываю все петли лицевыми в третьем ряду я переснимаю опять через одну петлю но уже в шахматном порядке и четвертый ряд опять петли лицевыми и вот этот вариант мне в общем-то нравится я искала какие-то снежинки что-то такое дурмала шаккард значит ну какие-то снежинки снежинки зеленые мне не понравились абсолютно но какой-то синий там цвет или голубой я сюда вводить в общем-то и не собиралась дальше я тут делала пятку бумеранг перед пяткой я сделала клин подъема но очень небольшой тут всего лишь у меня 3 петли 3 петли прибавила затем 3 петли убавляю дальше у меня пойдет поглинок я хочу здесь какой-то узор то есть уже не не жаккард а просто хочу узор я в общем-то думаю надо есть может быть это будут тромбы не ажурные пока я вообще как может быть и ажурные какие-то полоски были но мне надо такой узор а потом я не знаю то ли это резинка будет в общем я к чему мне в комментариях пишут то что там magic club а навязать я умею magic club навязать но тогда когда я придумываю носок но мне это не нужно в том-то вести вести фокус что пока я вяжу носок я тут несколько раз распускаю туда-сюда то есть я быстро связала вот эту часть на вот этой части как тут ее сделать я под застряла дальше я связала пятку и теперь я опять в мыслях что же мне что же мне там дальше делать в общем с носком я пока не определилась вот вот так вот то есть жаккард я дальше делать не хочу я бы хотела делать какой-то узор в общем посмотрим и сейчас уже покажу вам готовую шапку так и вот она готовая шапка вот с такой макушкой видите и она у меня двойная то есть здесь у меня идут клинья вот таким образом мне она сейчас я возьму вторую шапку то есть первую шапку эта шапка мне как-то ну то есть здесь они по рядам по количеству петель в этой шапке на 4 петли больше я набирала именно из-за узора но я так думаю что такая есть немного в этой шапке плотность она не так растягивается какая-то я думаю из-за вот этого момента когда я подцепливала петли то есть не по открытым петлям а из набора и она вот как-то тут не сильно и так сильно растягивается как лучше не знаю тот кто любит носить более плотные шапки вот это прямо идеальный вариант те которые любят вот как я я кстати больше люблю такие шапки помягче мне вот этот вариант больше нравится он сидит на мне так как вот мне мягенько мне нравится это и та сторона больше больше мне нравится вообще-то эта сторона но это тоже смотрится интересно это тоже смотрится интересно и вы знаете я хочу вам сказать что ну устаешь вот бывает даже от цветовых каких-то решений ты устаешь и как-то тяжело тебе вяжется и все вот в этой пряжи у меня такого не было может быть потому что цвета такие знаете мягкие то есть серый вот этот молочный с таким мягким желтым каким-то все такое мягкое я не устала от этой расцветки абсолютно от пряжи это не устала плохого ничего они не скажу буду ли я покупать эту китайскую пряжу буду то есть у меня они хорошие отзывы значит по колкости скажу так вот сейчас лето очень жарко я ее одеваю мне приятно ну то есть я думаю что когда будет мороз этим не тем более будет приятно конечно я не носила долго и поэтому в этом плане я не смогу сказать там допустим будет ли чесаться тут лоб или еще что-то такое но другой стороны это шерсть и я думаю что лоб будет чесаться например многие пишут вот альпака очень мягкая вяжут с нее шапки вот вроде когда вяжешь да она и мягкая пушится так приятно но когда я ношу я даже не столько лоб сколько ушами чувствую что она там покалывает на ушах мне ушах она мне покалывает ну это однозначно мужская шапка и я ее отдам конкретному человеку не знаю мне понравилось как эта шапка смотрится на мне возможно я ее даже и оставлю себе вот вот не знаю хотя у меня шапок очень много но мне это понравилось единственное что для себя я бы наверное более яркий цвет выбрала или более контрастные потому что ну вот это лично для меня мне вроде хотелось бы чего-то более интенсивного по цвету но мне здесь очень нравится узор я не могу сказать что он вот там женский или мужской вот-вот не могу и на и мне две стороны нравятся я считаю такая знаете универсальная вещь и достаточно теплая потому что жаккард идет и с одной стороны и с другой стороны жаккард и при этом шапка очень очень тонкая она хорошо драпируется кстати можно тут вполне и повыше сделать макушку разная по-разному я вязала более более свободно то есть плотность у меня вязание была другая уж не знаю почему но это же петли вот вижу что они какие-то более крупнее как будто я брала больше номер спиц но нет я не брала больше номер спиц у меня эта шапка тоже связана спицами 275 абсолютно полностью вот эту пряжу значит мне кажется что она для жаккарда либо вот ну да каких-то может быть плотных узоров не знаю для жаккарда она отлично отлично подойдет в миру чуть-чуть она распушивается не сильно для мужских шапок тоже она отлично то есть нету вот этого вот этой волохатости как в этой в альпаке поэтому ну вот для мужских шапок очень очень бы рекомендовала опять таки очень мне понравилась расцветка в общем покажу сейчас на себе конечно покручу и так и сяк чтобы вы понимали что к чему не в комментариях под предыдущими видео и в инстаграм просили делиться что я буду вязать из такой пряжи потому что кто-то хотел ее купить у кого-то она уже была и было интересно что есть не вижу каким узором мне в комментариях очень хорошие отзывы оставляли об этой пряжи как для носков но вот сейчас я могу сказать что для шапок она тоже подходит надеюсь мои шапки вам понравились какая больше пишите ссылки на схемы я оставлю внизу в описании на вот шапку у меня схема в сообществе так что берите пользуйтесь в общем-то эта шапка тоже я вязала как мужская мне кажется что она хорошо и на мне смотрится буду рада вашим комментариям лайком подпискам всего доброго до новых встреч пока и